Создать комфортные условия труда и быта должны жилищно-коммунальные хозяйства республики, говорят многие. Их труд всегда на виду. Об этом мы поговорим сегодня в программе «Диалог» на прямом эфире телеканала ЖТСУ. Здравствуйте. У нас в гостях руководитель управления ЖКХ Нурлан Шаяхмедов. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что у нас в Талдыкургане на сегодня состоят в очереди более 17 тысяч человек на жилье. Как она продвигается? Вы правы. На сегодняшний день количество очередников составляет 17 140 жильцов по городу Талдыкурган. На данный момент идет актуализация, то есть объединение очереди, так как в закон о жилищных отношениях внесли изменения. И раньше, например, если количество очередников разделялось на один из категорий, то сейчас она состоит из шести. То есть из девяти подкатегории создали одну категорию. Это они сейчас будут назваться социально уязвимые слои населения. Туда сейчас мы будем объединять лиц, приравненных к инвалидам и участникам ВОВ, инвалиды первой и второй группы, семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов, лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемым правительством РК, пенсионеров по возрасту, прослужившие в рядах вооруженных сил 20 и более лет, оралманы и семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей. То есть вот эти все, которые я назвал подкатегорией, они сейчас объединены в одну категорию. Это они будут теперь называться социально уязвимые слои населения. На сегодняшний день запущен портал, единый портал очередности, где люди имеют возможность, сидя в доме, подавать заявку на становление очереди для получения жилища из государственного жилищного фонда. И там же будут сразу же указаны, вся информация будет указана, где будут расписаны, когда он встал в очередь, когда он получит, когда получил, где, в каком доме и согласно какого решения заседания жилищной комиссии все это там будет расписано. Но, однако, многие считают, что прозрачности именно нет в распределении жилья. В связи с этим очень медленно продвигается очередь. Так ли это на самом деле? Очередь, конечно же, медленно продвигается не только из-за этого, продвигается медленно из-за того, что идет медленное строительство жилья. До сегодняшнего дня, конечно, столько финансовых средств не выделялось на строительство жилья. Прошлый год у нас был, как говорится, показательный, 19-й год. Мы распределили 598 жилья. Из них, сейчас если по данным нашим справкам, из них вот 122 из многодетных семей получили 122 дома, кредитные 219 и общие очередники МИО 93. Война-афганцы 10 и по госпрограмме 7-20-25 18 кредитных домов тоже раздали. И, конечно же, на текущий год у нас планы тоже неплохие. Вот в недавнем сходе Акимгорода тоже говорил, что будет планируется строительство 1882 домов, где тоже будут распределены они согласно очередности. Хочу напомнить нашим телезрителям, диалог в прямом эфире и номер телефона 400109, код города 87282. Если у вас есть вопросы нашему гостю, можете задавать. Вот нам задают вопросы и говорят, что построено уже почти 4 микрорайона, появился коттеджный городок, но, однако, обеспечить всех, вот вы говорили о социально уязвимой категории, не могут обеспечить. Почему? Ну, сейчас для того, чтобы уже, как говорится, уменьшить очередность, есть задумка, вот сейчас нету такого понятия строительства коммунального жилья. Сейчас строится только арендное жилье. Это все для чего? Для того, чтобы, как говорится, уменьшить очередность. Вот, например, строится арендное жилье, оно распределяется, то есть очередник, получивший это жилье, будет жить там, скажем, до конца своей жизни и после может оставить, например, своим деятелям, передать по наследству, но арендную плату он будет так и платить. Что это дает? То, что платится арендная плата за счет вот этих возвратных средств, как говорится, будет строиться еще дополнительно новое жилье. Также арендное жилье даст возможность, как бы у нас раньше как было, например, человек встал в очередь, получил жилье, приватизировал, после, по истечении пяти лет он заново становится в очередь, заново повторяется это все, чтобы вот такие все эти факторы исключить. Сейчас строится только арендное жилье. Ну, в будущем, я думаю, уже за счет строительства по программе Нурлежир арендного жилья, мы, как говорится, сократим эту очередность, чтобы как бы круговорот остановить и чтобы далее, например, один раз люди, которые получившие жилье, чтобы второй, третий раз этим не воспользовались. А сделать коммунальное жилье таким путем? Коммунальное жилье невыгодно, потому что коммунальное жилье, я же вам говорю, выделяется финансовое средство с бюджета, строится коммунальное жилье, распределяется по очереди, по истечении пяти, там, шести, семи лет люди, которые получили это жилье, захотят ее приватизировать. Но и, кроме этого, например, с бюджета выделенные средства остаются безвозвратными. Далее, чтобы строить дом, например, с бюджета финансовые средства тяжело будет уже запросить. А когда арендный дом, арендный дом за счет возвратных средств без проблем, как говорится, можно будет пустить в оборот и строить новые-новые дома. Так вот этим очередникам тоже будут предоставлены арендное жилье? Да, всем сейчас очередникам, те, которые состоят у нас в очереди, предоставляется только арендное жилье. Только арендное жилье. Там будет учитываться все, да, и заработная плата, и сможет ли выплачивать. Тогда как арендное жилье вроде бы как недорогое? Нет, арендное жилье, плата аренды недорогое у нас. Например, сейчас на данный момент в многоэтажных жилых домах аренда одной квартиры составляет от силы от 3 до 5 тысяч тенге. А в коттеджном городке, вот мы сейчас недавно, в прошлом году построили и раздали 155 коттеджей, там арендная плата составляет на сегодняшний день по первоочередным нашим подсчетам где-то 8 тысяч 500 тенге. Я думаю, это недорогое, тем более с каждым годом ее будет съедать инфляция. С каждым годом же растет и МРП, инфляция идет, и она, как говорится, будет становиться все меньше и меньше, и меньше. С вещем это никаких проблем, я думаю, создавать не будет. Ну, также у нас в Талдыкургане насчитывается около 280 дворов. Ну, сегодня мы знаем, что они благоустраиваются, есть хорошие дворы, есть, конечно, не совсем хорошие. Сколько из этого количества дворов уже благоустроены? Ну, на сегодняшний день у нас вообще по городу Талдыкурган 270 дворов, из них с 2012 года по 2019 года были благоустроены 100 дворов. В прошлом году мы нам дали, выделили не полностью, конечно, но финансовые средства за делом на благоустройство 48 дворов. Из них мы 10 дворов завершили полностью, 38 дворов у нас переходящие на этот год. Кроме того, в этом году у нас имеется еще проектная смертная документация на 26 дворов. Из них мы на 15 дворов уже финансовые средства получили. Сейчас разыговорим конкурсные процедуры. Также в течение пяти лет и далее мы планируем благоустроить где-то 98-100 дворов. В течение пяти лет. Это тоже, например, немалые средства. На прошлый год на благоустройство 48 дворов полтора миллиарда финансовых средств необходимо было. Их тоже, как говорится, запросить в бюджет, это тяжеловато. В связи с чем потихоньку, потихоньку, как говорится, частями, планомерно продвигаемся. Но, однако, есть жалобы, которые нам поступали о качестве строительства этих дворов. Есть возмущенные жители Талдыкургана, которые говорят, требуют даже, чтобы провели какую-то инвентаризацию и выявить некачественные тренажеры, некачественную работу. Какая работа проводится? Правильно говорить, конечно, есть такие моменты, но эти моменты все равно происходят из-за того, что, например, население пользуется, как говорится, не совсем добросовестно. Потому что при строительстве все эти материалы, все эти, как говорится, работы, на работу дается качество гарантии на год, на два года. На строительные материалы имеются сертификаты, все они сертифицированы. Но, несмотря на это, да, мы проводим инвентаризацию, где нам говорят, что вот вышел из строя какой-то карусель или какие-то мафы, выезжаем. Потому что у нас в течение года или в течение двух лет имеется гарантия. Согласно вот этой гарантии, пока два года не истекут, за качество работ ответственность несет подрядчик. А далее уже надо будет, как говорится, работать уже КСК с жителями, и чтобы жители тоже, как говорится, отнеслись добросовестно всем нашим этим работам, чтобы они все равно следили, смотрели. Мы сколько дворов строили, после выезжаем, смотрим, там не то, что о качестве говорится, там в основном мы замечали, нашелкали, например, где-то лавочка есть, там нашелкана, семечками разбросана. Там остаются бумаги, разбрасывают от пивных бутылок, бутылки остаются. Это, как говорится, уже задумываешься, для кого мы строили, для детей или для того, чтобы там сидели и распивали такие спиртные напитки. Это же тоже, как говорится, от населения мы тоже требуем помощи, чтобы тоже кто-то хотя бы из одного подъезда хотя бы выставили старшего, и чтобы смотрели за этим, как говорится, благоустроенным двором и за этими мафами. — Какая-нибудь специальная комиссия создана по приему этих дворов, к примеру, если где-то что-то не так, чтобы они могли выявить и как-то воздействовать? — Специальная комиссия не создана, просто согласно строительным нормам объект. — Я в том плане говорю, что, к примеру, жители одного дома, например, недовольны качеством выполненных работ. В таких случаях, может, надо внести человека из этого дома, где строится именно этот двор, благоустраивается, чтобы он реально показывал этот человек, где что-то не так. — Последующий наш проект, вот до 2019 года у нас проекты во многом были не согласованы с жильцами, с КСК, после больших нареканий, во время строительства идет большое нарекание. Где-то многие жалуются, что у нас там остались куски не заасфальтированные, где-то остались куски, а рычные лотки не проложены, где-то просят заасфальтировать подъезды. — Это все мы, конечно же, до сегодняшнего дня все заявления принимали, воспринимали, действовали, где-то вносили изменения, корректировали. Но сейчас, в данный момент, у нас проектируется еще 39 дворов, там мы уже полностью согласовываем с КСК, уже учитываем, как говорится, мнение жильцов этих дворов. Где, что, как расположить и где, что, куда поставить, куда удобнее будет. Мы уже согласуем с КСК, КСК далее поясняют уже все эти жильца. — Ну, это, конечно, удобно, поскольку они лучше знают. — А строительство работы, согласно всем строительным нормам, принимается только заказчиком, подрядчиком, авторским надзором и техническим надзором, только четырьмя службами. — Ну, давайте теперь перейдем на самую главную тему — это ремонт дорог Талдыкургана. Что ожидается в этом году? Какие планы есть? — Я извиняюсь, конечно, ремонтом дорог отдел ЖКХ не занимается. Для этого есть отдельный отдел, это отдел пассажирок транспорта и автором дорог города Талдыкурган. — Этот вопрос лучше задать? — Да, в нашу прерогативу этот вопрос не входит. — Но в вашу прерогативу входит ремонт фасадов, ремонт крыш домов Талдыкургана? — Да, мы как бы через нас проходят финансовые средства для ремонта этих домов. То есть сейчас до, если я не ошибаюсь, 2015-2016 года действовала программа модернизации жилищно-коммунальных домов. — Эта программа сейчас возобновлена. То есть, если, например, имеется в одном микрорайоне дом свет, скажем, кровли или там протекает канализация, в подвале, в общем, необходимо провести ремонт, на крыше фасады, то тогда КСК должны собрать жильцов этих домов, провести сход, на сходе объяснить, что да, с бюджета будут выделены средства на ремонт этого дома, — Но эти средства, как говорится, возвратные. По истечении 7 или 5 лет они возвращаются, то есть она, как говорится, распределяется по месяцам, но там проценты не накручиваются. — Просто как бы это заим от государства. КСК проводит совещание. Протоколом сходов там необходимо иметь кворум голосов не менее 80% жильцов. — То есть, если жильцы согласны, далее этот протокол сдается в отдел жилищной инспекции, там составляется сметная документация, после подается бюджетная заявка на выделение финансовых средств. Если эта заявка будет одобрена, то финансовые средства выделяются уже как администраторами этих финансовых средств, будем являться мы. — И далее мы будем перечислять, но, опять же, работу этой подратной организации будут принимать сами жильцы, согласно протоколу сходов. — У нас, конечно, по КСК очень много вопросов, тоже поступивших от телезрителей, но, к сожалению, нам нужно будет в эту студию пригласить также представителя жилищной инспекции, поскольку эти вопросы лучше знают. — Регулируется, да, о новых законах, о дополнениях и изменениях. — Хорошо, мы это пригласим. Теперь скажите, пожалуйста, насчет вывоза мусора и установки мусорных баков. Я видела во дворах различных домов три вида мусорных баков. Зачем они? — По городу Толткруга на сегодняшний день у нас насчитывается 10 435 контейнеров, из них 2685 — это урны. И, кроме этого, 270 подземных контейнеров у нас имеются в 135 дворах, это во всех микрорайонах. К сожалению, этот опыт как бы не перенялся. Мы на сегодняшний день... Ну, некоторые дворы, некоторые КСК пользуются этим контейнером хорошо, некоторые КСК отказались полностью. Мы на сегодняшний день демонтировали где-то 10 таких контейнеров, но эти контейнеры тоже эффективны. Там идет раздельный сбор, на два вида делится. Кроме этого, имеются у нас евроконтейнеры. Они на сегодняшний день более пользуются спросом, более удобные. Их вывозом занимаются у нас где-то 12 компаний. А именно подземными контейнерами у нас, подземными контейнерами и евроконтейнерами вывозом занимается жилищная служба города Талкурган. У них имеется 8 единиц техники специализированной. Имеется график договора. Согласно договорных обязательств они вывозят. Кроме этого, с прошлого года запустили тоже пилотный проект. Это раздельный сбор пластиковых бутылок. В общем, пластиковых отходов. Есть эффект? Эффект на сегодняшний день есть уже. Люди потихоньку привыкают. Но эта работа частично проводится на безвозмездной основе. То есть за счет подрядчика он выставляет свои контейнера в виде разных бутылок, разных квадратных ящиков. Более, чтобы привлечь население, детей тоже со стороны. И по мере наполняемости они сами ездят по дворам, по мере наполняемости высвобождают и далее сдают на переработку. Ну а вот смотрите, вы говорили техника. Постоянно ваше хозяйство всегда испытывает трудности с техникой. Мы не раз поднимали вопрос вывоза снега, очистки улиц и так далее. Но нам отвечают, что не хватает техники. Вот как эту проблему решить? В этом году я, как таковых нареканий по очистке снега от наледи, вроде бы от населения не слышали. Но к нам обращались. Были небольшие нарекания, конечно же. Но у нас в основном такими видами работ занимается ТО, Куркиту, Талкурган. Куркиту. У него на базе 113 техники разных. И она, конечно же, по мере необходимости всегда будет задействована на саночистку, на вывоз снега, на вывоз мусора. Они тоже занимаются контейнерами и вывозами. Я думаю, на сегодняшний день проблем по спецтехнике у нас особо пока не возникает. Технику. Вы говорили, что трудно закупить технику. Да, конечно. Если имеется необходимость закупить технику, у нас обязательно имеются трудности. Это надо будет обязательно готовить финансо-экономическое обоснование. То есть обоснование, для чего мы эту технику покупаем, как ее будем далее использовать, кто будет ее, на чей баланс мы ее будем передавать. Это вопрос острый, конечно. Но на сегодняшний день, как я сказал, на базе Талкурган Куркиту где-то 113 техник. Пока мы особых проблем не чувствуем. Но сейчас мы тоже на уточнение заявились на приобретение техники. Если одобрят, то будем еще дополнительно приобретать. Расскажите, пожалуйста, как ваш отдел взаимодействует с населением? У нас сейчас в здании на первом этаже открылась открытый Талкурган фронт-офис. Там сидят у нас два специалиста, которые обслуживают в день по 170-200 человек. То есть они приходят, узнают свою очередность, обновляют свои документы. Со стороны населения пока мы тоже каких-то нареканий не слышали. Но в основном, конечно же, жалобы, как вы раньше сказали, по очередности. Очередь не продвигается, жильем плохо обеспечивается. А так... С каждым годом вопросов становится все меньше. С каждым годом вопросов... Ну, прям не сказать, что уже уменьшается. Но уже становится меньше, потому что сейчас уже разработали базу «Единая очередность». Сейчас запустили вот этот фронт-офис. У нас все электронно, все прозрачно. Уже взаимодействий с населением все меньше и меньше. Потому что, согласно цифровизации, тоже оцифровываются все коммунальные услуги. Сейчас уже и оплата коммунальных услуг все в цифровом формате. И постановка на очередь. И, как говорится, подача заявления на приватец тоже уже оцифрована. Тоже через портал «Госреестр». И постановка на очередь — это единый портал через «ЕГОФ». И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, какие проблемы вызывают наибольшее беспокойство до конца передачи? Осталось немного. Какого характера в смысле? Ну, в целом, что волнует население? Что у вас, какие там самые... Ну, позже КХ у нас всегда нарекания — это саночистка. Тоже вот почему своевременно не вывозится. Но это мы тоже со стороны населения просим понимания. Потому что многие уже на ежедневенческом уровне. Но на эту проблему вы, наверное, будете в этом году обращать особое внимание. Какие-то рычаги воздействия есть? Рычаги воздействия, да. Каждый год выделяются финансовые средства. Мы уже начинаем разрабатывать план мероприятия на весеннюю саночистку. Уже будем обращать внимание на очистку арочных сетей, прилегающих к территории жильцов. И, кроме этого, сейчас мы объявили конкурс на санитарную очистку города, где выделены финансовые средства в сумме 96 миллионов. После чего у нас начнется полное, согласно погодных условий, мы уже где-то 7 марта думаем начать даже субботники. Мы желаем вам удачного года до конца года, чтобы вы смогли выполнить все задачи, которые поставлены вашим отделом. Спасибо вам, что пришли, ответили на наши вопросы и на вопросы наших телезрителей. Мы благодарим наших телезрителей. Встретимся через неделю ровно в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин